С Днём молодёжи! Спасибо и вас также. На встрече с главой Ленинского района присутствовали представители молодого и активного поколения. Встреча несла характер семинара с названием «Проблемы молодёжи». Но Олег Хромов предложил строить разговор не в рамках проблематики, а политики молодёжи. Представители Управления администрации Ленинского района говорили о развитии детско-юношеского движения в школах, а также вносили предложения о поддержке молодых специалистов в их профессиональной деятельности, а также о предоставлении квартир очередникам и повышении заработной платы, что стало бы неплохим подспорьем в работе специалистов различных областей. А далее слово было предоставлено представителям молодёжного актива. Так в своём докладе Григорий Абдеев отметил, что Молодёжный совет, начиная с момента образования в 2013 году, столкнулся с большим количеством проблем, решить некоторые из которых не удалось, в том числе и в силу возраста членов данной организации. Так не крутись, всё-таки Молодёжный совет – это всё-таки общественная организация, в которой огромное количество и интереса, и спроса, и требований, и обязательств возложены. Но на помощь Молодёжному совету пришли территориальные советы, которые распределились по территории Ленинского района и помогают вести работу, как говорится, на местах. Мы начали работать, чтобы конкретно на этой территории улучшить взаимодействие с молодёжью, организовать мероприятия, потому что из всего Молодёжного совета это тяжело сделать во всех таких территориях. На этой встрече большую часть времени Олег Хромов уделил представлению новой концепции развития территории городского поселения «Видное». Это совершенно новый подход к организации парковых зон в городе и в близлежащих территориях, объединённых в одно пространство. «Зелёная река» берёт своё начало от усадьбы Суханова и, пройдя через Екатеринский монастырь, Расторгуевский парк и станцию Расторгуева, набережную реки Бица, охватывает Тимоховский парк и пруд, территорию около кинотеатра «Искра», Советскую площадь и большую часть лесного массива, которую в дальнейшем планируется перенести на баланс Ленинского района. Кстати, как отметил Олег Хромов, здесь не идёт речь о какой-либо массовой застройке. Всё это одна большая парковая зелёная зона для отдыха и прогулок. Над данной концепцией, данным проектом мы уже работаем более полугода. И я на абсолютно безвозмездной основе пригласил творческие мастерские молодых архитекторов, которые реализуют совершенно различные проекты, в том числе имеют опыт реализации данных проектов за рубежом, например, в перебалтийских странах, для выработки соответствующей концепции. Одним из авторов данного проекта стал архитектор Александр Леонов. Он отметил, что работа над ним была крайне интересна, в том числе и из-за протяжённости данной территории. Ведь расстояние от начальной до финальной точки маршрута более 8 километров. И задача в данном случае была внести что-то новое в уже существующее. Город уже сложился, по большей части его центр достаточно продолжительное время не меняется. И было очень сложно определить, за что конкретно ухватиться. Не скатиться в банальное обновление инфраструктуры в виде лавочек, урн и так далее. То есть нужна была какая-то крепкая идея. В этот день на суд зрителей была представлена только концепция развития, которая может меняться и дополняться в течение некоторого количества времени. Вся подробная информация на сайте администрации Ленинского района. Вы тоже сможете стать соавтором данного проекта, внеся свои предложения. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Видное ТВ.